всем привет рада приветствовать вас на своем канале вязать легко и просто сегодня хочу показать вам как связать вот такой невероятно красивый узор косы плюс ажор я его связала из хлопковой пряжи вот так он выглядит с лицевой стороны вот так с изнаночной раппорт данного узора состоит из 16 петель ширину и 8 рядов высоту также для вязания такого узора поворотными рядами нам нужно будет набрать с вами еще плюс 8 петель для симметрии 2 кромочные петельки и того у нас им получится мы с вами набираем количество петель кратное 16 плюс 8 петель для асимметрии плюс 2 кромочные для кругового вязания вы набираете количество петель кратное 16 я буду вам показывать на своем образце также вам понадобится дополнительная спица давайте приступим к вязанию и так набираем необходимое количество петель я набрала петли на 2 раппорта плюс 8 петель для симметрии плюс 2 кромочные и так начинаем первый ряд кромочную снимаем и все петли мы провязываем лицевыми все петельки до конца ряда и так провязали первый ряд разворачиваем наше вязание и второй ряд во втором ряду кромочную мы снимаем и все петли мы провязываем изнаночные я провязываю классическим способом так продолжаем до конца ряда третий ряд мы будем делать перекрещивание нам понадобится дополнительная спица и так начинаем кромочную снимаем далее снимаем 4 спины 4 петли на дополнительную спицу и оставляем их перед работой сняли далее мы делаем накид 2 лицевые 1 2 провязали далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо у меня петельки стоят правой стенкой ко мне поэтому я их не разворачиваю если у вас стоит левой стенкой тогда вам нужно будет их развернуть далее возвращаем сняты из петли на левую спицу провязываем сначала 2 вместе лицевой с наклоном вправо провязали 2 лицевые накид еще провязываем 8 лицевых петель 1 2 3 4 5 6 7 8 вот мы с вами провязали раппорт давайте повторим делаем перекрещивание 2 раппорт снимаем 4 петли на дополнительную спицу и оставляем их перед работой далее делаем накид провязываем 2 лицевые 1 2 далее провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо провязали возвращаем снятые петли на левую спицу провязываем сначала 2 вместе лицевой с наклоном вправо далее 2 лицевые провязали накид и 8 лицевых петель 1 2 3 4 5 6 7 8 мы провязали с вами 2 раппорт и далее провязываем петельки для симметрии также берем дополнительную спицу 4 петли снимаем оставляем их перед работой делаем накид далее 2 лицевые 1 2 дальше мы провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо возвращаем снятые петли на левую спицу провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо 2 лицевые накид последнюю кромочную провязываем изнаночной это наши петельки для симметрии все мы провязали с вами третий ряд разворачиваем вязание четвертый ряд мы провязываем все петли изнаночными и так до конца ряда последнюю кромочную также провязываем изнаночные пятый ряд кромочную снимаем и провязываем все петельки лицевыми и так до конца ряда шестой ряд кромочную снимаем и все петли провязываем изнаночными и так до конца ряда седьмой ряд в седьмом ряду мы будем опять делать с вами перекрещивание и так кромочную снимаем провязываем 8 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 8 далее берем вспомогательную спицу снимаем 4 петли и оставляем их перед работой далее делаем накид провязываем 2 лицевые 2 вместе лицевой с наклоном вправо возвращаем снятые петельки 1 2 3 далее провязываем 2 вместе лицевой 2 лицевые накид накид провязали первый аэропорт давайте повторим 8 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 8 далее берем дополнительную спицу 4 петельку 4 петли снимаем на дополнительную спицу оставляем их перед работой далее делаем накид 2 лицевые 1 2 далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо провязали возвращаем возвращаем на левую спицу снятые петли и так потом провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо так секундочку провязали 2 лицевые накид ну вот мы с вами провязали 2 раппорт и далее у нас 8 лицевых петель это петельки для симметрии последнюю кромочную провязываем изнаночной провязали 7 ряд 8 ряд заключительный ряд раппорта все петли провязываем изнаночными кромочную снимаю все петельки до конца ряда провязываем изнаночными ну вот мы с вами провязали раппорт высоту далее вы повторяете с 1 по 8 ряд на необходимую вам высоту при вязании узора поворотными рядами все четные ряды провязываются изнаночными петлями если вы захотите связать изделие таким узором по кругу все четные ряды вы провязываете лицевыми петлями надеюсь видео вам понравилось и было полезным подписывайтесь на канал включайте уведомления о новых публикациях пишите комментарии всем всего доброго и ровных 7 петелек спасибо 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 спасибо